С наступлением хорошей погоды и приближением летнего периода ко многим славянцам приезжают родственники и гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, других регионов России. Для них необходимо учитывать важность соблюдения карантинных мер. Напоминаем вам, что на основании постановления главы администрации губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева от 13 марта 2020 года номер 129 и от 6 апреля 2020 года номер 198 все граждане, прибывшие на Кубань посредством авиатранспорта, обязаны соблюдать в течение 14 календарных дней со дня прибытия режим самоизоляции. Лица, местом жительства которых является Краснодарский край, должны выполнять требования по изоляции в домашних условиях, то есть по прибытии из других мест нашей страны, приехать домой и оставаться дома в домашних условиях. Те, кто проживает в других субъектах Российской Федерации и не имеет возможности остановиться в своем жилье на территории Краснодарского края, а именно и в Славянском районе, не имеет друзей, родственников, Такие граждане обязаны размещаться в обсерваторах, где для них созданы условия для 14-дневного пребывания в условиях карантина. В соответствии с постановлением главного санитарного врача Краснодарского края, лица, прибывающие на Кубань, всеми другими видами транспорта, кроме авиационного, должны также выполнять карантинные требования. Обязаны немедленно сообщать о своем прибытии, а также месте, дате пребывания в Москве или Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического прибытия на территорию Краснодарского края и в частности Славянского района. Для этого есть телефоны горячих линий, это телефоны со следующими номерами 8 800 2366 и мобильный телефон 8 918 677 49 89. Эти граждане по прибытии в место назначения обязаны также соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. В Славянском районе на режиме самоизоляции в настоящее время находится 66 человек. 60 прибыло из Москвы и Санкт-Петербурга. Для 270 человек уже закончился двухнедельный период самоизоляции и они получили возможность жить так же, как и все остальные. Я призываю всех гостей, прибывающих к нам на гостеприимную Кубань в наш Славянский район, выполнять требования по самоизоляции. Побыть 14 дней дома и дать возможность всем жителям чувствовать себя спокойно и быть уверенным в том, что в скором времени обязательно с коронавирусом мы справимся. За нарушение требований о самоизоляции предусмотрена административная ответственность. Только совместными усилиями мы все сможем противостоять распространению коронавируса. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».